Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Более 15 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях с дневным пребыванием. Работой были обеспечены более трех тысяч подростков. В администрации Самары подвели итоги летнего отдыха горожан. Для будущего комфорта жителей города в Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Знать, чтобы помнить, в столице региона прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». Более 60 фан-зон во всех федеральных округах. В России завершился просветительский марафон «Знания». 205 миллионов рублей было выделено на отдых детей в загородных лагерях этим летом. Из них 105 миллионов направили из городской казны. Об этом говорили на еженедельном совещании в мэрии. Там подвели итоги летней работы. Сколько детей отдохнули за каникулы, какие праздники и спортивные события прошли для горожан, расскажет Виктория Шарея. Летом в Самаре работало 186 лагерей с дневным пребыванием. За время каникул в них отдохнули 15 228 детей. От города работало 6 детских центров с пятиразовым питанием, в том числе «Заря», «Арго», «Авангард Самара», «Центр мужества». Об этом говорили на еженедельном совещании в мэрии. В ходе проведения муниципальной программы «Мы разные, мы равные» была организована профильная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья для 20 человек. В Мао-Олимп в рамках летней оздоровительной кампании прошли учебно-тренировочные сборы для 1173 воспитанников спортивных школ. Всего было 7 смен по 12 дней. Сборы проводились по греко-римской борьбе, вольной борьбе, лыжным гонкам и другим направлениям. В этом лагере отдохнули более тысячи детей. Заняться спортом минувшим летом могли все желающие. Различные активности были организованы во всех концах города. В общей сложности в них приняли участие около 20 тысяч человек. Одним из ярких событий этого лета стал День физкультурника. В нем приняло участие более 15 тысяч самарцев. Праздник Самара-Оупен собрал более 1100 участников. В акции «Приходи на пляж, поиграем» приняли участие более 20 тысяч человек. Всего за лето было проведено 13 общегородских массовых мероприятий с общим охватом более 29 тысяч участников. В рамках второго направления на спортивных площадках, которые были в этом году организованы на площади Куйбышева, на второй очереди Набережной, а также в парке Гагарина, федерациями по видам спорта, а также фитнес-центрами были организованы различные занятия по зубе, фитнесу, скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике и другим видам спорта. Участие в наших акциях приняли порядка 20 тысяч человек. Не остались в стороне этим летом и учреждению культуры, библиотеки, музеи, театры, дома культуры. Их сотрудники провели во дворах и в пришкольных лагерях в общей сложности 1880 мероприятий, в которых приняли участие 81 687 человек. Но самые яркие события культурной жизни города минувшего лета – это первый детский фестиваль «Пусть всегда будет детство», который был подготовлен совместно с киностудией «Союзмультфильм» в Струковском саду, и музыкально-патриотический фестиваль «Виват России», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра I. В фестивале принимали участие 14 детских и юношеских духовых оркестров «Самара», «Тольятти», «Слезреники», «Кенеля», «Красного Яра» и «Георгиевки». Этот проект реализовывался за счет средств федерального гранта и в том числе средств городского бюджета. Все мероприятия проводились учреждениями за счет основной деятельности. Отдельное внимание минувшим летом было уделено трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На эти цели за счет трехуровневого бюджета было предусмотрено 25 миллионов 205 тысяч 800 рублей. Летом было трудоустроено 3 тысячи 12 человек. Из них 1805 ребят – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дверь для них распахнули 135 предприятий. Но на этом возможность поработать не закончилась. Желающих еще ждут сентябрьская и октябрьская кампании. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Две тысячи карт с оригинальным дизайном. В областной столице поступили в продажу транспортные карты, посвященные сразу двум юбилейным датам – 35-летию Самарского метро и 80-летию троллейбуса. Где можно приобрести новый пластик и как пополнять, расскажет Светлана Кудрявцева. Самарскому метро 35 от троллейбусу 80 лет. Об этих знаменательных датах рассказывают эксклюзивные транспортные карты, которые выпустили в преддверии празднования Дня города. В разработке дизайна принимали участие и сами жители города. Присылали на обсуждение фотографии и другие изображения, вносили предложения. Это карты для обычных пассажиров, то есть не школьные, не студенческие, а просто для разовых поездок. На них изображен стилизованный, соответственно, такой под старину на одной метрополитен, на другой троллейбус. Пожалуйста, их можно приобретать, пользоваться. Срок карты не ограничен, ее можно себе купить и ездить по ней столько, сколько нужно. Новые карты рассчитаны на поездки с оплатой по безналичному расчету 32 рубля за одну поездку. Общий тираж брендированных карт – 2000, но если они будут пользоваться большой популярностью, выпустят еще. Стоимость карты будет такая же, как у обычных карт. Ее можно будет найти, в первую очередь, это в наших офисах продаж по городу. Это адрес Марис Тореза, 67А, это в здании департамента транспорта. И второй офис – это Фрунза, 70. Офисы работают с 9 до 18 часов. Ну и, собственно говоря, так же поступят в продажу в почтовые отделения. Там можно будет приобрести карту. Функционал ее остается таким же. Во всех указанных подразделениях, а также через сайт объединенной транспортной карты и банковский онлайн-ресурс, можно пополнить карту на любую сумму и расходовать средства по мере необходимости. Как отмечают городские власти и представители транспортных организаций, подобная практика хорошо себя зарекомендовала. Жители активно интересуются оригинальными транспортными картами. В прошлом году у нас выходила юбилейная транспортная карта в честь 60-летия полета человека в космос. В позапрошлом году у нас тоже была юбилейная карта. Тогда у нас было 105 лет трамвайному движению в Самаре. Мы видим, что такие карты, они пользуются спросом. Есть даже люди, которые специально их коллекционируют. Поэтому вот эту практику мы продолжаем и к другим каким-нибудь юбилейным датам также будем в дальнейшем выпускать специальные тиражи. Напомним, что к началу учебного года в городе выпустили транспортные карты в виде наклеек. В таком формате есть единая школьная и студенческая карты. Подобный проездной можно прикрепить к задней крышке смартфона, к чехлу, кошельку или портмоне. Местные жители оценили их удобство и быстро раскупили. Но скоро в продажу поступит дополнительный тираж карт-наклеек. С пассажирами постоянно поддерживают обратную связь. Лимитированные транспортные карты принимают во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и в метрополитене, а также в электричках. Юбилейные карты с символикой самарского метро и троллейбуса поступят в продажу уже на этой неделе. О старте продаж сообщат дополнительно. Следите за информацией в социальных сетях, официальных аккаунтах администрации Самары и профильного городского департамента. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Напомню, в связи с этим движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро, временно закрыто. В настоящее время строительство новой точки метрополитена находится в активной фазе. Прорабатываются вопросы отселения жителей из зоны строительства, а также ведется вынос инженерных коммуникаций. Региональный подрядчик, заказчики и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфорта самарцев. Жители города смогут гораздо быстрее и, что немаловажно, без пробок добираться с окраины города до исторического центра, где сосредоточено большинство культурных учреждений Самары, музеев и театров. Обычные горожане не единственные, кто сможет оценить удобство новой станции метро. Деятели искусства, артисты и сотрудники театров, музеев и других культурных учреждений также ждут появления театральной. Спектакли, как правило, заканчиваются уже иногда в 10, полодиннадцатого. И в это время, конечно, хоть и подаются автобусы, но метро, я думаю, гораздо лучше решит эту проблему. И будет удобно и не только публике, и многим сотрудникам театра, поскольку у нас театр огромный. Это и опера, и балет, и многие цеха, которые обслуживают театр. Знать, чтобы помнить. В Самаре прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». Она приурочена ко дню окончания Второй мировой войны. Участники проверили свои знания о ключевых военных событиях и именах героев. В городе для проведения акции подготовили более 800 площадок. Наша съемочная группа побывала в 176-й школе, где диктант писали больше 200 человек. Подробности в сюжете нашего корреспондента. А современное название Кенигсберга – это «Калиндра». В актовом зале сегодня нет концертов. Здесь собрались участники массового тестирования. Даты событий Великой Отечественной войны, название памятников, имена великих полководцев. Все это предстоит вспомнить тем, кто пришел написать «Диктант Победы». В этом году одной из площадок для его проведения выбрали 176-ю школу. Я считаю, что подготовка к такому мероприятию проходит на протяжении всей школьной поры. Это и дополнительные какие-то материалы, чтение книг, необязательно посвященных именно истории. Это хороший шанс проявить себя для выпускников и, в принципе, просто для учащихся школ. Международная патриотическая акция прошла по всей стране. Проверить свои знания пришли ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. В тестировании предусмотрели два варианта заданий, каждый из которых включил в себя 25 вопросов. 20 по общефедеральной и 5 по местной тематике. На их выполнение давалось 45 минут. Пользоваться справочниками или телефонами было запрещено. По словам преподавателей, подобные акции направлены на объединение людей по всему миру. Ведь память о прошлом – это прежде всего забота о будущем. Знать свои исторические корни, знать именно стержень, на котором строится наша государственность, в том числе, конечно, Великая Отечественная война, очень важно. Ученики, особенно 11-го класса, они готовились, проходили мы эти темы в том году. Я думаю, что у них есть все шансы побороться за победу. Выпускники школ, которые наберут максимальное количество очков, получат 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы. Также у победителей появится уникальная возможность попасть на парад Победы 9 мая, который пройдет на Красной площади в Москве. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Просветительский марафон российского общества «Знания» завершен. Параллельные онлайн-трансляции и студии в пяти городах набрали за три дня более 150 миллионов просмотров. В общей сложности более 60 фан-зон во всех федеральных округах принимали всех желающих во дворцах культуры, библиотеках, точках кипения и других учреждениях. В Самарской области к марафону присоединились студенты вузов. Тему продолжит Александра Гусева. Современные технологии продолжают работать на благо человечества. С каждым годом открывается все больше новых возможностей для коммуникации и обучения. Просветительский марафон российского общества «Знания» объединил между собой тысячи людей со всех уголков страны. На марафоне наставники и молодежь сплотились вокруг идеи лидерства нашей страны в мировом масштабе. Чтобы сделать марафон еще доступнее и ближе к молодежи, были оборудованы фан-зоны с большими экранами и удобными посадочными местами. Это очень крутая возможность для абсолютно всех людей вступить в прямой диалог с известными деятелями науки, искусства, культуры, политики и получить ответы на интересующие вопросы. Технологии, которые используются при проведении этого марафона, в первую очередь дистанционного общения, можно использовать абсолютно во всех отраслях нашей жизни. Обсуждалось все – от творчества до биоинженерии. За три дня на площадках марафона состоялось 120 разноплановых мероприятий. Это интерактивные лекции, лекции-экскурсии, мастер-классы, дискуссии и многое другое. Просветительский марафон проходил в Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке, в Нижнем Новгороде и в Луганской Народной Республике. Площадки марафона и его фан-зоны по всей России, которые были организованы впервые, объединили более 10 тысяч человек. Те вопросы, которые задавали наши коллеги, которые находятся сегодня в московских студиях, они, конечно, зачастую очень совпадали с нашими вопросами и ответы были для нас новыми. Мы не только учимся учиться, мы не только учимся задавать вопросы, мы учимся делать выводы из ответов полученных. И самое главное то, что сегодня мы смогли реализовать этот проект и увидели огромный интерес со стороны студенческой аудитории. В Самарской области прямые трансляции в этом году были организованы на университетских площадках. Более 10 вузов присоединились к федеральному марафону. По итогу марафона молодые люди отметили, что диалог с успешными опытными наставниками был действительно полезен. Многие поняли, как нужно действовать, чтобы запустить новый проект, собрать эффективную команду или хотя бы лучше учиться. Данный проект, он же направлен на повышение знаний, на просто даже, можно с кем-то познакомиться, узнать новое. Это все полезно, особенно в дальнейшем жизни. Александра Гусева, Николай Сидоров, События. В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка «Жены героев». Здесь собрано 50 снимков женщин, чьи мужья сейчас выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Какой смысл в экспозицию вложил автор, расскажу далее. Жена военнослужащего Анастасия Буденко рассказывает, семья это то, что прежде всего защищает каждый герой. Чтобы на фронте все задачи выполнялись, необходимо поддерживать своих мужей военных. Трудно делать это на расстоянии, говорит девушка, но благодаря таким проектам, как «Жены героев», они точно будут знать, что дома все в порядке. Мужу позвонил его товарищ и предложил, чтобы я сходила на фотосессию. Я, естественно, сразу же согласилась, потому что это очень большая возможность поучаствовать в таком великом проекте и посмотреть на другие фотографии, прочувствовать это все на себе. А для тех, кто сейчас защищает нас, так скажем, для них, мне кажется, это будет очень важно и приятно. Участницы фото-выставки – это «Жены военнослужащих», которые сейчас выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Экспозиция состоит из 50 снимков. На них девушки облачились в кителе своих мужей. Автор выставки Екатерина Колотовкина рассказывает, когда муж уезжает в командировку, его китель остается в шкафу, и порой хочется его накинуть, чтобы стать ближе к родному человеку. Открытие фото-выставки состоялось на площади Славы в преддверии памятной даты – дня окончания Второй мировой войны. Я хочу искренне поблагодарить всех организаторов, что в этот час проходит выставка, которая еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами. Проект создан силами Женского совета 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Когда возникла эта идея, я поняла, что обязательно нужно воплотить ее с женами военнослужащих, потому что в тот момент они чувствовали то же самое, что и я. У всех мужья были в зоне боевых действий, которые сейчас находятся. И тем самым я хотела сплотить нас. Я думаю, у меня это получилось. Девушки сразу откликнулись. Мы продолжали снимать около полугода. И получились такие замечательные, великолепные фотографии с глубоким смыслом. Как отметил автор снимков Олег Ракшин, несмотря на то, что образы девушек в чем-то схожи, главное отличие этих снимков от обычной фотосессии заключается в глазах моделей. Мне, допустим, как фотографу было интересно показать эмоции наших героин через глаза. Через то, что называется зеркалом души. Потому что они приходили, они, конечно, улыбались, они пытались себя эмоционально настроить, но глаза не обманешься. Я вижу, что в глазах у них такая серьезная, тяжелая тоска, переживания по своих самых близких. После открытия выставки ее автор также анонсировал онлайн-проект. Экспозиция в таком формате призвана объединить жен военнослужащих со всех уголков страны. Проект хотят запустить уже после 16 сентября. Михаил Гермоленко, Николай Епифанов. События. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тогда как 66 регионов России демонстрируют рост заболеваемости по итогам прошедшей недели. В двух субъектах стабильная ситуация, а в 17 идет снижение. Руководитель Роспотребнадзора утверждает, что пик заражения инфекцией в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге преодолен. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий. Анна Попова отметила, что дополнительных ограничений в стране в связи с ростом заболеваемости ковидом вводить не требуется. При этом действующие меры безопасности необходимо соблюдать, а также вакцинироваться. День солидарности в борьбе с терроризмом в Самаре отметили на футбольном поле. Турнир посвятили жертвам Беслана. Спортсмены школы Олимпийского резерва номер 11 по итогам соревнований получили не только медали и дипломы, но и вспомнили о трагедии, которая случилась 1 сентября 2004 года. Тему продолжит наш корреспондент. На спортплощадке в парке Родина за медали турнира памяти жертв Беслана сражаются 15-летние футболисты. Все они друзья – воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 11. Команды многонациональные. Тренер Илья Янков уверен, соревнования только объединяют парней, ведь приходится бороться за первое место. И статус состязаний в данном случае не важен, будь то первенство города или турнир-мемориал, как этот. Трагедия Беслана в наших сердцах останется, конечно, это очень много погибших детей. Ребята очень прониклись, потому что все помнят, наверняка, родители слышали, кто даже не помнит, в маленьком возрасте был. И понимают, еще раз проговорили про то, что нужно не терять бдительность, нужно всегда быть на концентрации. Мы на тренировках постоянно проговариваем, то есть и в беседе с ребятами, чтобы у нас можно, если видеть, разные национальности в команде. То есть есть и азербайджанцы, ребята, есть и татары, ребята, и есть и русские, поэтому все стараются дружить. На церемонии открытия турнира спортсменам напомнили о трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу. Погибли 314 человек, из них 186 детей. Трагедия Беслана, то есть терроризм, это страшное дело, я им сказала, о том, что это разрушение, это смерть. Мы должны это помнить, знать и стараться, как говорится, своими действиями не допускать, чтобы нас запугали террористы. На традиционном футбольном турнире «Дети Беслана» в наших сердцах выступали 4 команды, почти полсотни подростков. Играли по олимпийской системе, на вылет. Матчи скоротечные, 2 тайма по 10 минут. Хоть это такой, как можно сказать, товарищский турнир, ну и школьный, но победить каждый хочет. А что они способны, они хотят показать. Кроме футбольного турнира с шор номер 11, в середине сентября на физкультурном комплексе «Невский» в Зубчининовке проведет внутришкольные соревнования «Россия против террора». На татами и борцовских коврах сойдутся самбисты, сумаисты, дзюдоисты и греко-римские борцы, чтобы показать не только свое мастерство, но и солидарность в борьбе с терроризмом. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Поражение с минимальным счетом. Самарские крылья советов в очередной раз огорчили болельщиков на домашнем поле. Волжане проиграли московскому ЦСКА 0-1. Армейцы сумели вырвать победу у подопечных Осенькина лишь под занавес поединка. За развитием событий на стадионе следил наш корреспондент Анатолий Головко. Яркая домашняя игра, по которой так соскучились болельщики из Самары, снова не увенчалась успехом. В восьмом туре российской футбольной премьер-лиги крылья советов принимали на своем поле столичные ЦСКА. В первом тайме волжане оказывали достойное сопротивление титулованному клубу. Подопечные Игоря Осенькина стремились атаковать и распечатать ворота Игоря Кенфеева до перерыва, но хозяевам не хватало последнего паса. После серьезного разговора в раздевалке с Владимиром Федотовым красно-синий подавили настрой хозяев поля. Во втором отрезке встречи на Самара-арене господствовала только одна команда. Футболисты ЦСКА находили бреши в обороне Крыльев, но забить смогли только под занавес поединка. На 79-й минуте Медина навесил с углового в центр штрафной, где самым расторопным оказался защитник Игорь Дивеев. Высокорослый центр Деф отправил мяч головой в левый угол ворот Ломаева. Голкипер самарской команды был бессилен. В оставшееся время волжанам не хватило сил, чтобы организовать финальный штурм. Как итог, домашнее поражение Крыльев со счетом 0-1 и 10-е место в турнирной таблице после восьми матчей. Игорь Осенькин похвалил своих футболистов за работу в первом тайме, ведь самарцы действительно смотрелись очень целостно, не позволяя ЦСКА доминировать на поле. По его словам, во втором отрезке встречи команда играла уже на удержание счета. И в такой манере, когда надо просто контролировать игру, терпеть, ну не хватило. У нас определенного мастерства, сил, всего вместе. Владимир Федотов отметил, что после перерыва ЦСКА удалось изменить игру. Были компактны и в атаке, и в обороне, и уже не позволили использовать сильные качества этой молодой команды, игра на пространстве. Новичок Крыльев Советов Георгий Зотов пожаловался, что команда провела слишком много игр за неделю. Это стало одним из ключевых факторов поражения. Очень сильно опустились низко, и ЦСКА придавила. К сожалению, привело к забитому голу со стандарта. В следующем туре РФПЛ Крыльям Советов предстоит командировка в Московскую область. Там подопечные Игоря Осенькина встретятся с Химками. Матч пройдет в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале обращает внимание на просьбы жителей проверить состояние воздуха в Болгаре. По результатам анализа проб на стационарном пункте наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в конце августа были зафиксированы многочисленные превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. Все эти данные направлены в компетентные органы для принятия мер, подчеркнула глава города. В ближайшее время Елена Лапушкина приедет в Куйбышевский район и проведет встречу, на которую приглашены все заинтересованные органы власти и организации. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет единовременную выплату родителям близнецов, зачисленных в первый класс. Говорится в телеграм-канале ведомства. За ее оформлением нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления госуслуг, МФЦ или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации до 30 ноября. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самары. Телеграм-канале Кировского района Самары напоминает, что в Самарской области работает горячая линия по номеру 122. Операторы контакт-центра консультируют жителей по вопросам, связанным с организацией медицинской помощи, записывают на прием к специалистам, предоставляют справочную информацию и регистрируют обращения граждан в единой информационной системе. В связи с проведением мероприятий в честь Дня города будет ограничено движение транспорта вдоль набережной и у площади Куйбышева 10 и 11 сентября. Сообщают в телеграм-канале Департамента транспорта. Автобусы маршрутов 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226 и 297 проследуют по скорректированной схеме движения. Запланировано проведение порядка 150 мероприятий. Подробности доступны по опубликованным ссылкам. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!